самого доброго времени дорогие слушатели сегодня автор соло делится с вами стильной житейской историей моя личная просьба поддержите автора лайком напишите комментарий что вы думаете в этой истории как вам такое творчество инициатива добрая правильная и хорошая а мы начинаем поехали автор соло гвоздодер они шли в гости к его маме молодой человек нес в руках несколько громоздких инструментов сплошь нужные серьезные вещи для настоящего мужчины и девушка смущаясь предложила дай мне какую-нибудь железку я понесу в ответ он снисходительно улыбнулся железку выбрал самое легкое что нес не тяжело то что ей досталось девушка с удивлением вертела в руках спросила без интереса что это хоть такое гвоздодер знаешь и на для чего а состроила рожицу не глупее тебя вытаскивать гвозди из досок в гостях было все тоже ее поили чаем а добрый молодец скрывался в недрах квартиры оставляя гостью общаться наедине с потенциальной свекровью возвращаясь посиделок домой инна в который раз испытывала смешанное чувство раздробленности своего впечатления ее глаза и уши без труда подмечали то на чего быть не должно в нормальной хорошей семье но это его семья а он хороший почти идеальный или это до поры когда они познакомились девушки стало не по себе от его внимания с чего бы в момент первой встречи она с дуру притащила незнакомца к себе домой может ее квартира приглянулась инна ежедневно встречалась с ним внимательно смотрела слушала наблюдала но ничего не вызывало ни двойственности ни опасений парень был что надо что ей надо шестой урок алгебры в седьмом г это не для слабонервных класс как на подбор не на ком взгляд остановить за минуту до звонка на урок в кабинете появилась их классная и спокойным размеренным голосом напомнила братве что они спокойно занимаются весь урок на оценку это и не игривание был намек мол учи и из класса никого не выставляй как ты это любишь математичка повела носом вели бы себе соответственно и говорить было бы не о чем ученики но но посмотрим первые семь минут и впрямь шесть молодцев и две девицы честно записывали число и тему с доски односложно хором отвечали на вопросы объясняя новую тему разложения многочленов на множителем инна игоревна уже видела пустые глаза но ученики хотя бы спокойно сидели на пятнадцатой им уже надоело и сидеть на урок то сорок минут вызывая по одному к доске по-другому ни один не поймет новый материал пока не подержит мел в руках не нарисует рожу или какое-нибудь родное сердце слова пока находит и смотрит что остальных в тетрадях инна игоревна понимала что вот-вот начнется концерт большинство парней крутили головами перемигиваясь и делая знаки девочки на первой парте отстранившись от математики молча переписывались о своем поменяв великомученика у доски с помощью хорошо поставленного голоса учительница удалось оттянуть потеху еще минут на пять десять выбранный ею любитель математики так все переврал что пол класса начало с места получать что тому писать скрипя сердце инна игоревна посчитала что она к лучшему хоть издалека но похоже на урок и вот тут-то устал керзин с последней парты громко хлопнув учебником и потянувшись от души во все горло зарал машка дура и лег на стуле девчонка с первой парты метнув на него злобный взгляд ответила ему одна сложно и не печатна инна игоревна разорялась только сколько позволял есть словарный запас раз начала никто не остановит как известно коней на переправе не меняют керзин вон из класса на высокой ноте закончила она ожидая действия семиклассника какие уж тут многочлены тому времени солист принял полу вертикальное положение вовсе не потому что испугался вопли училки собрал вещички без разговоров не в первый раз он досрочно оканчивал учебный день и не только по математике и двинулся к выходу однако инну игоревну распахнувшую дверь ждал сюрприз керзин подойдя к двери привалился плечом к стене и не двигался ни туда ни сюда то ли он ждал поддержки дружков а те как нарочно не отрываясь писали с доски то ли вспомнил что классная пообещала тем кого удаляться урока но недовольный нарушитель внутреннего распорядка школы вдруг виновата скосил глазки в сторону математички и не громко предложил я больше не буду не будешь потому что уйдешь непримиримо отрезал то краем глаза ловел хмылки одноклассников керзин понимал что наказание не избежать иннушка никогда не идет на попятный бывало в класс возвращались директором или заучим но чаще вылетали без них а я вас вчера видел без надежды вспомнил он заглядывая женщине в глаза но то не скрывая своего отношения к нему зло отсекла молодец давая понять что не верит ни единому слову на выход у вас в руках был гвоздодер скользнув по нему взглядом инна игоревна закрыла дверь сядь на место просить дважды не пришлось как все керзин достал тетрадь и стал списывать с доски случае чего показать классной что он работал на уроке уинны игоревны прошла и злость и обидой за сорванного урока раз знает как выглядит гвоздодер еще не потерян и уже не пропадет подойдя к доске она велела посмотреть на доску открыла рот беззаботной нотой зазвенел спасительный звонок друзья я прошу вас поддержать лайком автора но и конечно мне очень интересно что именно вы думаете по поводу этого произведения что вы увидели в этом свое творчество в свободном доступе нам подарила автор соло с любовью и уважением для вас читали Костя Суханов и Майя Суханова